До цивилизации не один километр, но здесь на турбазе Ореховая в катковой щели о телефоне, планшете и телевизоре вспоминать некогда. 120 мальчишек и девчонок, ученики пятых, шестых и седьмых классов, до три дня почувствуют себя первобытными людьми. Конечно, навыков выживания нет практически ни у кого. Приходится учиться добывать огонь, разводить костер и готовить еду, а первонаперво ставить палатку. Первый день нами организовываются 10 мастер-классов. Здесь ребята получают необходимые знания по выживанию. Они учатся добывать воду, там ее нет, делать фильтры для воды, чтобы очистить воду, делать себе убежище, укрытие. Также ребят учат распознавать лекарственные растения, готовить себе пищу из подножного корма. И в этот же день, вечером, ребята погружаются уже в игру. Игра квест «Остаться в живых». Утро второго дня начинается с многоэтапного, сложнейшего приключения. Подросткам нужно найти листы из книги знаний. Они спрятаны в совершенно невероятных местах забытой тропы. Здесь участники должны объединиться и проявить ловкость, норовку, логику и внимание. Ведь знаки природы повсюду дают им свои подсказки. Результат зависел от каждого участника команды, и все должны были принимать самостоятельные важные решения, опираясь на полученные знания. Первое испытание квеста – собрать карту и определить маршрут. На мастер-классах очень интересно. Это была топография. Мне она очень понравилась. Мне понравилось. Ну, я узнал нового, как узнавать азьму. Дальше сложнее. Нужна была оказывать первую медпомощь, доставлять пострадавшего до медпункта. Девочкам, конечно, непросто проходить такие трудные задания, но они не отступили и наравне с мальчишками старались. Кроме этого, направляют всю свою энергию на создание в команде благоприятной атмосферы. Я узнала, что здесь все люди, которые здесь могут быть, могут быть очень открытыми, добрыми. А из бытовых более вещей я узнала, как можно завязывать системы для каких-либо прохождения, каких-либо испытаний. Я узнала, как можно вязать различные узлы, те, которые я не знала, я научилась их вязать. И еще я здесь научилась быть сплоченной командой, общаться со всеми, как можно мягче, и уметь находить общий язык со всеми. Испытания пройдены вечером, традиционный костер и новое приключение. Ребята направятся к интересным местам города-курорта. В прошлом году, говорит руководитель команды Сочинского лицея, детям больше всего понравился поход на 33 водопада. Что они запомнят в этом году, покажет время. Всего будет организовано 10 смен. 1200 детей побывают на предмет на практическом полигоне «Безопасная среда» за это лето. Детей это очень сильно увлекает, и они как бы тянутся к природе. Вот эта познавательность, общение между собой, соревнования, чтобы опередить друг друга, что-то новое узнавать и покорять. На третий день подводятся итоги, но проигравших здесь не бывает. Все ребята научились главному – выживать и помогать друг другу в сложной ситуации. Команды получают книгу «Азбука выживания» и разъезжаются по домам. Но и в городе грустить им не придется. С 1 июня в Сочи начала действовать программа «Лето-2016». На базе школ открыты лагеря дневного пребывания. Кроме этого, в Сочи стартовал социальный проект площадки нашего двора. Все лето будут работать 145 спортивных и игровых площадок. На них уже сейчас каждый вечер с молодежью занимаются профессиональные инструкторы и аниматоры. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Это носилки специальные.